В музее истории Казанского федерального университета состоялась торжественная церемония вручения Казанской премии имени Евгения Завойского среди молодых ученых в области физики. Все подробности смотрите в сюжете нашего корреспондента. Открыл торжественное мероприятие проректор по научной деятельности КФУ, директор Института физики Дмитрий Таюрский. Он поздравил участников конкурса, пожелал им двигаться по восходящей, получая все более весомые премии в области физики. Все кандидаты были более чем достойны. У некоторых кандидатов было очень большое, солидное портфолио статей. У других кандидатов было очень солидное портфолио патентов и заявок и изобретений. И разделить и присудить премию в одежную и беззамыску было очень-очень непросто. Конкурсантов также поздравил председатель комитета по делам детей и молодежи из полкома Казани Ментимер Нугманов. Вначале были озвучены имена финалистов конкурса, затем перешли к награждению призеров. Дипломом третьей степени была отмечена Валерия Воробьева из Казанского физико-технического института имени Завойского. Диплом второй степени получил доцент кафедры общей физики Института физики КФУ Айрат Киямов. Победителем конкурса стал главный инженер проекта НИЛ «Магнитные радиоспектроскопии и квантовые электроники» имени Семена Альшулера Института физики КФУ Максим Пудовкин. После завершения торжественной церемонии он выступил с презентации своего исследования. Мы синтезировали наноматериалы для целей биологии и технологии. То есть есть такая задача, как контроль температурной внутри клетки. Это можно сделать только люминесцентными методами. Градусный здесь не поможет, никакие другие технологии не помогут. Поэтому мы просто брали, синтезировали наноматериалы, сигнал люминесцентный которых зависит от температуры. И смотрели биологическую активность, в частности, как они взаимодействуют с объектами, чтобы понять, насколько они токсичны. Они оказались не токсичны, и все характеристики, которые мы получили, они идеальны для биологии. Казанская премия имени Евгения Завойского среди молодых ученых вручается ежегодно за значительные достижения в экспериментальной, теоретической и прикладной физике. Елизавета Никитина, Фариза Хитаглы, Универньюс.